Начинаются заявления для прессы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Уважаемые председатели Си Цзиньпинь, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы искренне рады возможности вновь принимать в России с государственным визитом нашего дорогого друга, председателя КНР, господина Си Цзиньпиня. Все наши переговоры вчера и сегодня в формате ТТТ, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, являются образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между нашими народами. Поддерживается активный двусторонний диалог на всех уровнях. Мы с председателем КНР находимся в постоянном контакте. Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий. Регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи, обсуждаем вопросы, представляющие взаимный интерес. Это позволяет находить любые, даже в самых сложных ситуациях, решения всех проблем, держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Конечно же, приоритетной для нас была и остаётся тематика торгово-экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра нашей страны. Наше государство слаженными усилиями удерживает высокую динамику взаимной торговли, которая по итогам прошлого года выросла на 30%, установив новый рекорд свыше 185 миллиардов долларов. И нам, по силам уже в текущем году, преодолеть знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2023 года поставлена задача кратно нарастить объём торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической областях. Правительства России и Китая, деловые круги двух наших стран, должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления и согласовать комплекс мер по их реализации, насыщенные конкретными взаимовыгодными инициативами и проектами. Серьёзным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества является расширение практики расчётов между нашими странами в национальных валютах. По итогам первых трёх кварталов прошлого года, доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжает расти, что позволяет нам обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Естественно, в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества в энергетике, которая продвигается хорошими темпами. Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти. При этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу силы Сибири. Причём «Газпром» шёл навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверхконтрактных обязательств, что, безусловно, говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надёжном партнёре. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом. С монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты. Эта погода будет 50 миллиардов кубичных метров газа. Упомяну я о том, что Россия занимает четвёртое место по поставкам в Китай сжиженного газа. И, конечно, поставки СПГ в озримую перспективу будут расширяться. Успешно продвигается взаимодействие по мирному а тому. Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работая по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС Сюйдапу, идут по графику. Укрепить партнёрство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита Росатомом и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества. Важное значение придаём дальнейшему укреплению двухсторонней промышленной кооперации. Китайские автоконцерны успешно работают на российском рынке, расширяют своё присутствие, осуществляются крупные совместные проекты в гражданском авиа- и вертолётостроении, в цветной металлургии, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, в других наукоёмких областях. Стратегическое направление российско-китайского партнёрства – это сельское хозяйство. Взаимная торговля агропродукцией растёт высокими темпами. В прошлом году более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в кныр мяса, зерна и других категорий товаров. Отмечу в этом контексте, что Россия и Китай в целом намерена активно развивать международные транспортно-логистические коридоры. Идея в том, чтобы интенсивнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути, многополосных трансазиатских автодорог, совместно гарантировать их стабильное функционирование, повышать эффективность перевозки грузов и пассажиров. Для обеспечения возрастающих объёмов встречных грузопотоков увеличиваем пропускную способность погранпереходов, последовательно расширяем приграничную инфраструктуру. Так, в прошлом году введены в эксплуатацию два новых трансграничных моста – автомобильный в районе Благовещенска и железнодорожный в Еврейской автономной области России. Традиционно многоплановый характер носит двусторонние гуманитарные взаимодействия. После снятия антиковидных ограничений начинают постепенно возвращаться к привычной высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопонимания и искренних симпатий между российскими и китайскими гражданами. Напомню, что 22-23 годы объявлены в наших странах годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Реализуется план мероприятий, их свыше 600, охватывающий сферы массового детско-юношеского и студенческого спорта, спортивной науки, спорта высших достижений и паралимпийского спорта. И, конечно, ждём делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта. В этих соревнованиях физическая активность сочетается с цифровыми и научными элементами. Речь идёт о весьма перспективной, привлекающей молодёжь инициативе, которую мы могли бы вместе продвигать с китайскими друзьями. И в этой связи предложили им выступить хозяевами вторых таких игр у себя в стране. При обсуждении актуальных международных и региональных проблем констатировали с председателем КНР, что по большинству из них взгляды России и Китая совпадают или очень близки. Был отмечен рост напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных политически матерированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе. Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, неумешательство во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию. И в этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ. Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем, мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Более того, вот только что мне сообщили, в то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз. Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой стороны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединённым ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Подчеркну при этом, что Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, её Совета безопасности, международного права, цели и принципы Уставы ООН. Считаем важным и далее поддерживать плотную координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, работать в связке в группе 20, АТЭС и на многих других многосторонних площадках. И, конечно же, продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнёрства. В заключение, хотел бы ещё раз поблагодарить господина Си Цзиньпиня и всех китайских друзей за продуктивную совместную работу, выразить уверенность, что достигнутые в ходе визита договорённости послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. За оказаны мне и китайская телегазия традиционное гостеприимство и тёплый приём. Года через три внов нахожусь в Москве с моим первым после переизбрания на посту Просведателя Канера за рупешным визитом и государственным визитом в Россию. В течение 10 лет мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам и стимулируем прототворное стратегическое взаимодействие двух стран. Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным. Мы помним мнениями по двусторонней повестке, отдавшим актуальные вопросы международного регионального масштаба, представляющим взаимный интерес. Достигнут целый ряд новых важных договоренностей. Мы пописали совместное заявление об углублении отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период 2030 года. Мы обозначили план дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу. Был подписан солидный пакет документов о сотрудничестве. Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что Китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и студьбы человечества. Двусторонние контакты и сотрудничества развлекаются по всем направлениям на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В новых исторических условиях стороны будут широким куркозором и данной видностью оценивать и развивать китайско-российские отношения, уносить тем самым больше вклад в дело прогресса человечества. С начала прошлого года продотворно осуществляется многокранное практическое сотрудничество между Китаем и Россией, которое отличается большой устойчивостью, взаимодополняемостью и стойкостью. За 10 лет давопород вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко. Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в область информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства и торговли услугами, добиваться взаимодополняющего и параллельного развития традиционной торговли с растущими отраслями, продолжать обеспечивать бесперебойность тросконечной логистики и перевозок. Мы единогласно отметили важность успеха, основу культурно-коммунитарных обменов, наращивать пабрадзимские связи между провинциями и областями, активизировать контакты городов-пабрадзимов, эффективно проводить перекрестные годы с отручностью области физической культуры и спорта, создавать благоприятные условия для взаимных поездок граждан двух стран. Было констатировано, что Китай и Россия, как постоянные члены Совбеза ООН, будут и дальше вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН. Будем укреплять сотрудничество в рамках многосторонних структур, включая ШОС, БРИКС, Борисшой-двадцатки, продвигать бодренную многосторонности и способствовать восстановлению мировой экономики, бостопандемийный берет, наращивать конструктивную силу, формирование многополярного мира и совершенствование системы глобарного управления. Вносить больше вклад в дело глобаренной продовольственной безопасности, энергетической безопасности и беспребойности производственно-поставочных цепочек. Прилагать совместные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества. В прошлом месяце в Кидае опубликована позиция Кидая по паралитическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целыми и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции. Активно содействует примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой суть вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог твердо стоим на верной стороне истории. Я рассчитываю на поддержание десных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ